Привет! Собираем в Сашуне посылки. Кто скажет, что когда шоколад приходит, отнесить в детский дом. Так я вам хочу показать, что детский дом у нас в Полтаве находится. Ну давай сюда эту, она там в холоде была. Сметану уже положили, не ту. Хочу сметанку и термопак молока передать. Вот это вот, видите, что молочка хочется. Итак, Сеточка, спасибо тебе за паялку, так хорошо. Но мы даже воздух, может, не выцеживаем. Смотрите. А, то там мокрое на столе. Помидорчики, смотрите, вот консервацию. Две банки сюда влезло. Вот рыбная тушенка. Потому что банки они то выбрасывают там, не разрешают. Они там все равно будут пересыпать. Так что... А, вот же еще рыба, Сань. Рыба такая тяжелая, блин. Сейчас я сейчас, ой, извини, принесу одежду. Ну, это, короче говоря, так на диване. Видите? Хтось каже, что он отдавайте. Конечно. Все? А, наверное, что? Вот нос. Короче, а ты уже отпер тут ящичек, что не влезло. Короче, один ящик, начали вкладать не влази. Так мы взяли светень чуть, ну, чуть, короче, а варя, він побольше. И, видите, яйца. А яйця к нас ось так потрескали, чи переморожень, он, че Бог его знает. Сейчас сюда рыбу жареную ставим, и все. Два ящика, короче говоря. Рыба жареная нажарила. Ждем, чтобы стила трошки. Конечно, она будет переморожена, но с удовольствием все равно поесть, потому что хочется домашнего. И у меня осталась, бачите, ось у рыбка. Я сделаю с нее что-то, отделю мясо завтра. Не знаю, подивлюся, что зроблю. Короче, фу, а заморилися, хай Бог мылится вообще. Пока эти посылки соберешь, главное, чтобы не забыть ничего. Давно, что я вискла, рыбу жаришь, я птичку мыю, и все. И едем в город. Ох, Светочка намасала, да, Сань? Цей посылки ничего не страшно, не промокнули. Еще такой коричневый, скотч купить. Это мы просто так запечатываем скотчем, а потом на почте там уже конкретно более сделаем. Допечатываем. Допечатываем. Мы что, скотч только купили, уже мочи немає. Короче, вот такие два ящика. Идуть. Не идут, а идут. Идут. Идут уже. Идут. У нас заверюха на улице, подивиться, яка сейчас. Саша ругает. Дивиться, что робиться. Мы так вовремя, сдрыснули с воды, сани, просто замечательно. Смотри, мы уехали в 10, сколько я работы переработала. Это вообще. И сейчас 15 минут четвертого. Замечательно просто. Сейчас одеваемся и едем на почту. Я заодно получу, у меня там две посылки. Одна посылка, я заказывала косметику для себя, украинская какая-то дизайнера. Я вам обязательно покажу. Для обзора я брала. И подростковая, но на подростковой там до 20 лет можно. Короче, и второй подарок. Подарок-посылка ко дню рождения. И Светунька Маликовна сегодня тоже позвонила, отправила посылку. Посылки ко дню рождения. Так что ждем. Думаем, что если ну, значит, второй папа, то, ну, я так думала, по крайней мере, то надо, знаешь, чтобы не обижать, чтобы все было хорошо. Все было, все. А вот это жир, вот это баловство приводит к тому, что жир вот так вот и завелся. Что пять лет сидит, наращивает другой жир. Обидно, досадно, что потерял пять лет жизни. Ну, дай Боже, чтобы все понял. Но я считаю, что виновата я в этом, потому что ни ну не знал. Все, что только захочет, пожалуйста. Тут тракты бахты, женится. Хорошо, пять с половиной тысяч долларов на свадьбу. Хереняк, угорохали. Фотографии только там на тысячу долларов. Это же на двоих мы делали. Это 11 тысяч долларов, обошлась свадьба, извините, в 2002 году. Это очень круто. Ну и что? Пока гроши были подарены, пока место все нормально. Потом раз разбеглися. И опять мама тянула, лямку, а мама тянула лямку. Ну, это моя такая судьба. Но все. Приходи, хай на работу, хай тянется, хай думаешь, что уже на 15 лет. И уже маме надо помогать. Так что не думайте, что я все время такая, знаете, добренькая, добренькая, все рассуждаю прямо вот так. И рассуждаю, так как оно есть. Выговорилась. Стало легче. Какое седе небо. Ну, ветер чуть-чуть. Мороз. Мороза, можно сказать, нет. Наверное, один градус ночью. Не, ну, там он замерз, значит, один градус, не больше. Такая погодка. Ну, главное, чтобы ветра не было и вот этой слякоти не было. Снег прямо за вот этот день весь ушел. Видите, даже землю уже видно. Прямо ушел.